Если ты ждал нового видео по Трейлмейкерс, то с тебя лайк, если ты его еще не поставил, и подписочки, если ты еще не подписан. Приветищей, это Трейлмейкерс, я вернулся, я выздоровел, спасибо всем, кто писал в комментариях, выздоровели поскорее, это очень круто помогло. Желаю всем здоровья и чтобы вы никогда не болели. А если кто болеет, то выздоровели побыстрее и никогда не болей, вот так вот. Ну а мы начинаем. Короче, в прошлой серии мы с тобой пришли к выводу, что в следующей серии, то есть в сегодняшней, мы будем с тобой искать пропеллер. И я его, к своему удивлению, нашел. Сейчас, подожди, посмотрим. На этом острове, точнее на этой планете, есть тайные потайные места, куда каким-то чудесным образом залетели обломки. И вот одно из таких мест я тебе сейчас покажу. Вот эту вот гору видишь, а здесь вот такой вот как бы палец торчит. И вот между этим пальцем и горой и есть проходик. Вот туда-то мы с тобой и отправляемся. Садимся, значит, в наш с тобой шикарнейший квадрокоптер. Ох, разворачиваемся. Ай, чуть-чуть-чуть, тихо, чуть-чуть не убились. Чуть не присели. Чуть не потеряли свои двиглы. Так, значит, вот она, вот она эта пещера, смотри. Сейчас мы туда залетаем, ну точнее не туда, мы залетаем в водичку. Падаем, падаем и трансформируемся. Отлично. Упали как надо. Теперь плывем в эту пещерку. Аккуратненько. Там темно, черт возьми. Сейчас мы пришпандорим тогда осветительные приборы. Где они у нас? Вот такие прожекторы влепим. Есть место? Есть место. Отлично. Разворачиваем все это. О, да. У-у-у. Глазастый подводный лот. Так. Ну все, поплыли дальше. Видишь? Вот. Видал, да, как сразу светло стало? Отлично. Почти доплыли. Сразу детектор показал нам, что здесь есть обломок какой-то. И он находится в двухсот метрах от нас. А вот он и сам обломочек, смотри. Вот где он спрятался. Ты прикинь? Я даже не представляю, как он сюда попал. Потому что сверху нет никаких отверстий. Для меня это загадка, как он сюда попал. В общем, смотрим. Вот он. Вот он наш пропеллер. Теперь главная задача у нас с тобой его как-нибудь его отсюда вытащить. Наш дельфинчик, я надеюсь, с этим справится. А если не справится, придется что-то конструировать. Что ж. Давай, дельфинчик. Мы верим в тебя все. О, нашли положение, врубаем магнит. Зацепились. Ну и теперь попробуем его поднять. А вот не тут-то было. Видишь, как все сложно. Попробуем его просто в горочку закатить. Посмотрим, получится у нас это или нет. Ой, тяжело, ой, тяжело. Короче, я нашел метод. Почему-то задним ходом у меня получается поднять эту глыбу. Смотри. Хоп, и полетели. Точнее, поплыли. А вот вперед вообще никаким образом. Ладно, что, давай тогда задницы поднимать. Главное не промахнуться с выходом. А он вон там. Есть! Вытолкали его как-то. Каким-то макаром. Я даже не знаю, как это получилось. Но у нас есть потери. У нас что-то там отвалилось. Ну ладно, это не важно. Продолжаем тащить эту глыбу. Блин, не в ту сторону, кажется, мы сейчас... Все, мы тащим, тащим. Только жопой тащим. Потому что передом не тащится. Все почему-то через одно место. Разворачиваемся. Даже управление задним ходом намного лучше, чем передним. Отлично! Мы выбрались с этой печерки. И нас встречает замечательный рассвет. Осталось только понять, где ближайший дрон. А ближайший дрон вот здесь вот. Этот на горе находится. Нам, значит, вот сюда надо плыть. Ну что ж, поплыли. А желательно эту глыбу как-нибудь закатить на сушу. И уже суши на монстр-траке ее тащить. Мне кажется, это будет намного проще. Е-е-е! Затащили! Затащили на сушу. Шикарно! Теперь нам нужен просто вызываем погрузчик. Погрузчик тоже пьяный какой-то у нас. Так. Сейчас мы аккуратненько затачим, если у нас получится, конечно. Потому что погрузчик у нас утонул. Е-е! Зацепились. Давай попробуем его приподнять. Вот! Пошла вода горячая! Есть! Ништяк! Погрузчик-молоток! Ох уж сколько мороки с этим пропеллером! Значит, теперь призываем наш монстр-трак. Цепляемся. Закидываем его наверх, вот таким макаром. И везем теперь к нашему дрону. Ну все! Праздник на нашей улице! Пропеллер доставлен! А это означает, что мы открыли новый чертеж. А именно самолет с пропеллерами, а также дрон-пикап! Ополнить, дрон-пикап! Вот это нежаданно-негаданно! Я даже не думал, что я еще и дрон себе открою новый! Так, подожди! В первую очередь, я хочу посмотреть на самолет. Прежде чем мы его с тобой построим, мы отправимся с тобой на летную площадку. Летная площадочка у нас находится вот здесь. Перемещаемся. Так. Встаем, значит, на взлетно-посадочную полосу. Таким вот образом. У нас все по-серьезному, по-взрослому с тобой. А теперь конструируем наш самолетик. Вот он, самолет с пропеллерами. Вот так вот он выглядит. Блин, как же круто! Вот это конструкция. Не то, что я там какую-то фигню квадратную строил, да? Это уже похоже на то, что оно должно полететь. Значит, я смотрю, как здесь все устроено. Двигателей на колесах у нас нету. Вообще колеса просто нужны для того, чтобы взлететь или сесть. Но никак не ехать. Задняя хвостовая часть у нас может делать только вот так. Вверх-вниз. А наконечники хвостового плавника делают вот так. Вот смотри. Хоп! Вот для чего сервопривод нужен. Теперь я въехал. Ну что, давай попробуем взлететь. Запускаем наши двигатели. Так, летим-летим. Вау! Ого! Наконец-то! Блин, какая рулежка! Ёкарный ты бабай! И мы нормально с тобой летим! Кстати, он все равно как-то самостоятельно поворачивает. Но, блин, такая управляемость! А чешу есть! Я бы ее не добился, если бы не увидел этот чертеж самолета. Теперь я уже понимаю, как их строить. И, в принципе, могу уже самостоятельно соорудить что-нибудь. Нормально летающие, конечно же. Полетели и залетим вот на этот островок. Посмотрим, что у нас там. А там у нас обломок какой-то. Вот сюда-то мы сейчас и сядем. На этот островок заходим на посадочку. О, ну да. Как обычно, со мной это бывает. Но, кстати, самолет не разбился. Значит, посадка прошла удачно. Сейчас посмотрим, что тут за глыба. Бронированное сидение. Фига себе. А для чего оно нужно вообще, это бронированное сидение? Чтоб в космос полететь? Не думаю. Ладно. Давай посмотрим еще один чертеж. А именно, дрон-пикап. Ох, ешки-матрешки. Какая тут конструкция сложненькая. Хотя, в принципе, так смотришь, вроде ничего сложного. Все просто. Давай сядем в него. Выглядит, конечно, это все мощное дело. Эта машина уже ездит. То есть тут колеса прикреплены к двигателю. Здорово. Мы можем поворачивать. Офигенно. Так. У нас есть магнит. А, нет. Это грузики. Магнит у нас в центре. Перед нашей кабиной. Давай вид другой включим. То есть... То есть вот я сижу. Вон там магнит высовывается. Так же я могу поворачивать пропеллерами. То есть задавая направление, куда нам лететь. Ну и, собственно, запускаем сами эти пропеллеры. Вот мы взлет... Ооо. Подпадать. Так, стоп. Что-то пошло не по плану. Нифига. Еще разок взлетаем. Почему-то передний... Короче, что-то не так. Понять не могу, что. Ну вот мы взлетаем, но все равно она, смотри, как крутит. Блин. Даже из чертежей не все работает, как хотелось бы. Давай попробуем приподняться чутка. Вот так вот мы сели на него. Примагнитили. И давай теперь попробуем взлететь. А нифига я не можем взлететь. Да. И как же мне летать на этой конструкции? А если мы просто вот так вот возьмем и свалимся вниз. А теперь врубаем двигатели. И мы летим, мы летим. И как бы нас даже ничего не перевешивает. Слушай, мы нормально летим. Спокойненько. Чудеса. Прям удивительно. Ну вот. Добрались с тобой до... Взрывоопасного блока. Сейчас попробуем его схватить и посмотрим, как это все транспортируется. Ну, в принципе, да. Видимо, этот коптер предназначен именно для таких вот мелких обломков. Потому что идеально прямо под него подъезжаем. Захватываем. И теперь пытаемся взлететь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Только не так. Да что ж ты будешь делать-то, а? Он взорвался. Я не понимаю, как нормально взлететь. Может быть с разгона? Надо разогнаться, и только тогда мы взлетим. Давай попробуем. Ну-ка. Черт, что-то отвалилось. Нет, да это бесполезняк вообще. Как насчет добавить еще грузов? Давай сюда вот добавим парочку. Вот столько, например. Ну-ка. Вот, нормально взлетаем, смотри. Без всяких каких-то проблем. Надо было раньше еще грузы прицепить. Ай-яй-яй, недоработка, недоработка инженеров. Этого чертежа. Так, значит, заезжаем, цепляем и взлетаем. Вот, 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 вот. Вот это уже другое дело. Только нас смотает. Очень жестко. Так, нет, здесь мы не будем приземляться на этом минном поле. Очень опасно. Че-че-че происходит? Почему нас косит? Ой, только не в дерево, только не в дерево. А-а-а, падаем. Хьюстон! Твою ж налево. Что вообще произошло? Как? Ну, блин. Мы сейчас бомбанем. Наверное. Так. Слава богу. Смотри, блок остался висеть. Попробуем сейчас его цепануть на лету. Я, конечно, не знаю, получится у нас это или нет. Это будет чертовски сложно. Ой. Ой-ой-ой. Со второго раза у нас что-то вроде как-то получается. Я решил к дрону, который на пляже, долететь. Вот он, этот дрон. Аккуратненько тут сесть. О, да. Да ну нафиг. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Машинка, вот эта вот, называется она карданомашина. А, нет, не совсем. Эту машину мы не можем сделать. Есть недостающие блоки. Это реактивный двигатель в кардановом подвесе и блок 1х4. Ну, в принципе, это не проблема насчет реактивного двигателя в карданом подвесе. Я знаю, где он находится. Мы сейчас туда с тобой полетим. Только не на этой херне. Полетим на нашем проверенном коптере. Вот на этой штуке. Чудо инженерного строения. Нет, он все-таки там внизу. Падаем. Вот так вот. И вот он, наш двигатель. Вытащить его отсюда, в принципе, не так сложно будет. Давай попробуем. Надо только сперва найти, где тут выход. Выход у нас... С какой стороны? Вон, с той стороны. Есть зацеп. Все, катим его отсюда. Вот так вот. Ну, а дальше делать техники. Есть. Реактивный двигатель в кардановом подвесе. Доставлен. Космический корабль завершен на 87%. Еще чутка, и корабль будет собран. Так. Теперь нам нужен блок 1х4. Где же тебя найти? А вот он, собственно. На сосновой вершине находится блок 1х4. А вот они и блоки. Только нужен нам вон тот, который с краю. Все, осталось только приземлиться грамотно. Заходим на посадку. Есть приземление. Зацеп землей. Шикарно. Все обошлось. Вылазим. И, да, это блок 1х4. Нам нужно, нам нужно его столкнуть. В первую очередь. Для этого нам понадобится наш толкач. Миниатюрный. Вот так. Понеслась. И мы вместе падаем. Надеюсь, я не разобьюсь. Есть. Ну, а для простоты доставки нам понадобится тяжелая техника. Блок 1х4 мы доставили. По идее, новый чертеж должен... Вот он. Доступен чертеж. Кардана машина. Дай посмотрим на нее. Ох ты. Ну, выглядит мощно. Снизу у нее как раз-таки электромагнит. Давай уже сядем в нее. Посмотрим, что она умеет. Вау, вау, вау. Вот это тачка. Смотри, как меня колбасит, когда я включаю скорость. Короче, тут так таковых-то двигателей-то и нету. Хотя нет, они есть. Вот они. Реактивные двигатели в карданном подвесе. Их 4 штуки тут. Также у нас по бокам ускорители, которые помогают нам поворачивать. Так. И по всей видимости, как бы нам под низ-то подлись. Вот. Эти двигатели с кардановым подвесом позволяют нам летать, что ли? То есть вот я еду. Я еду, еду, еду. И тут у меня препятствие. Мне нужно его как-то преодолеть. О, пальчики, ты видел? Офигеть. Вот так вот мы летим. Вот это тема. Вот это вещь. А, ну видишь, я не могу контролировать, куда мне лететь, вверх или вниз. Я как надувной шарик. Я просто парю и лечу куда-то. А ускорители помогают мне поворачивать. Ну и разве что двигаться вперед. Так, отключаем, значит. О-о-о-о-о. Когда отключаешь двигатели, начинается вообще происходить какая-то фигня. Тихо, тихо. Нельзя падать. Нельзя падать. Господи, как меня разболтало. Мне нужны стабилизаторы. Без них жизнь моя плачевна. Интересно, смогу я вот этот блок каким-нибудь макаром зацепить. Зайду я на посадку нормально или нет? Есть, кажется, я... Я присел почти. Почти. Черт возьми. Ну давай, давай, тачка. Ты же можешь. Но, блин, не так же ты можешь. А-а-а. Ух. О, господи, вот это аттракцион. Есть. Мы приземлились. Правда, мы случайным образом скинули блок. Он упал. Нам бы теперь грамотно... Дело в том, что тут нету заднего хода и... Надо спрыгнуть. Надо спрыгнуть. Сейчас тачка упадет. Короче, на этой тачке нету заднего хода. Это прям капец как плохо. Так, вот заезжаем тихонечко. Магнитим это все дело. Есть. Но не совсем. Не совсем так я хотел примагнититься. Попыточка номер два. Я сейчас попробую включить магниты и сразу двигатели. Может быть, это нам поможет каким-то образом. О! Есть контакт. Отлично. Получилось. Значит, летим вон туда. Блин, ну эти реактивные двигатели с каркасным подвесом просто чума. Это, наверное, самые лучшие двигатели из всех, что есть. Именно для полетов. Опачки. А вот и мы, собственно, теперь осталось только грамотно сесть и не взорваться нафиг. Мы сейчас просто сделаем. Подлетим вот так вот. И все. Ой-ой-ой. Я убился? Серьезно? Но энергоблок мы с тобой открыли и я... Да. Зато доступен чертеж. Облако лед. А я тут свою жопу поджариваю. Все нормально, пацаны. Не переживайте. Можете дальше показывать там чертежи, что я открыл. Все хорошо. Да, блин. Вот это фартит мне. Походу, сегодня не мой день опять. О! Нормально заспаунился. Значит, нам открылся облако лед. Но то, как он выглядит и для чего он нужен, ты узнаешь в следующей серии. Ну, а на сегодня все. С тебя лайкос, если ты его еще не поставил в самом начале. Конечно же, подписочка, если ты еще не подписан. Ну, капец. Отличная концовочка. Короче, тебе спасибо за просмотр. Увидимся в следующем видео и покеда.